Мэнди пиластрум сорта Дэнсинг Вин продолжает свисти. Такая огромная шапка цветов. Любуюсь и не верится, что мне удалось вот такой цветочек великолепный вырастить. Очень надеюсь, что дальше все будет получаться. Но я думаю, он вырос таким именно благодаря подкормке. Мне вот прислали еще один совет, очень хороший, такой развернутый, дельный, о том, как выращивать гипиаструмы. И там вот среди рекомендаций не кормить во время цветения. А я кормила от души. И вот такой результат, мне кажется, связан именно с тем, что я кормила его. Вот. А так я делала все традиционно. Посадила так, как обычно сажают гипиаструмы. Один у меня сейчас проснулся и начинает выпускать листики. Очевидно, цвести не будет, потому что если из середины выходит, это листики. Если по бокам, то тогда вот это цветочные стрелки. Вот этот махровый красавец продолжает цвести. Все еще один цветочек уже отцвел, но ничего. Все-таки сегодня уже 9 февраля. А он зацвел 31 февраля, вот где-то в этом районе. То есть прекрасно подцвел. А дейсингвен, ну это просто шедевр. Вот такое счастье. То есть я буду подкармливать в период цветения. Мне почему-то кажется, это очень даже улучшает ситуацию. И поливать тоже буду. Я поливаю вполне нормально. Только дождалась, пока высохла земля, сразу поливаю. И вот этот лук мне очень помогает не перелить. Потому что вот там, где не было лука, это уже не гипиаструм. Это гименокалис. Лилия паук. Белая тоже очень красивая. Вот там мне что-то не понравилось. Там какая-то земля, такое впечатление, что она заплесневела. Поэтому лук везде. Он помогает никаким проблемам не возникнуть дополнительным. Ну то есть это оказалось довольно несложное растение, а вполне себе, вполне себе хорошее. Неприхотливое. Летом пересажу обязательно в сад. Надеюсь, мне удастся сделать период покоя. И обязательно буду об этом снимать видео.